Всем известно, сапёр ошибается один раз. Инженерные машины пытаются изменить это правило. На базе БМП-2 была сконструирована инженерная разведывательная машина пехоты. Завыносные поисковые элементы миноискателя, напоминающие конечности гигантского насекомого, эту машину прозвали «Жук». Предназначен он для ведения инженерной разведки местности и водных преград на пути движения войск. На сегодня из-за насыщенности электроникой эта машина самая дорогая в инженерных войсках. Фактически военный робот. Но управляется пока человеком и водит с собой целое сапёрное отделение. Люди делают то, что пока не под силу электроники и автоматики. Кроме того, ИРМ это фактически амкибия. Здесь если присмотреться, можно увидеть якорь и канат, которым ИРМ швартуется к берегу. Для того, чтобы научить этого жука хорошо плавать, БМП-2 пришлось значительно дорабатывать. На её узлах и агрегатах сделано специальное гусеничное плавающее шасси. Для придания машине плавучести и способности передвигаться по воде установлены два грибных винта в поворотных редукторах и дополнительная трансмиссия. Плавучесть обеспечивается герметичностью и водоизмещением корпуса. В самом отсеке, кроме прочего, смонтированы элементы гидравлической системы. Вот волноотбойный щиток, для того, чтобы, если вдруг по реке едет, чтобы не смыло механика водителя. Сзади лопасти, для того, чтобы машина передвигалась по воде. На самом деле машина очень удобная. У неё на вооружении есть радиоволновый шеркозахватный миноискатель, который предназначен для поиска мин. Эта машина может плавать, искать мины в воде. С выходом машины к воде, миноискатель переводится в походное положение. Приводя его в действие, экипаж учитывает, что радиоволновый шеркозахватный миноискатель обеспечивает безопасность машины от мин противника только при прямолинейном движении. Для этого определяют ось переправы, помечая условные точки на исходном и противоположном берегу. Для их обозначения используют светящиеся створные знаки. Перед началом движения, прежде чем тронуться в путь через реку или озеро, определяют проходимость дна. Запись профиля дна производят эхолотом. Вот здесь, вот этот эхолот, он включается с этой стороны. Он служит для того, чтобы рельеф дна нарисовать и определить. Прямо на этом мониторе, собственно, и рисуется рельеф дна. Да, полазит бумажка, и по ней можно посмотреть, какое у нас под нами сейчас. Ну и тут все эти приборы содержат очень много дагозинных металлов. Много есть очень электроники. Машина очень сложная. Тут есть все, как на подводной лодке крен определяет прибор для определения крена. Там есть. Для определения скорости течения машину останавливают, и механик-водитель, увеличивая и уменьшая обороты, удерживает машину неподвижно относительно створных знаков на берегу. По количеству оборотов тахометра и вычисляют скорость течения реки. Оборудование ИРМ позволяет получать информацию не только о скорости течения, ширине, глубине преграды и плотности дна, но и об уклонах, наличии навигационных препятствий, а зимой о толщине льда. Но главная задача Жука – выявить, есть ли на пути вражеские мины. При этом время на разведку водной преграды сокращается полтора два раза. Скорость движения ИРМ в воде – 10-12 км в час. По тактико-техническим характеристикам, створ водной преграды шириной 100 метров Жук исследует за пять минут. Выносные поисковые элементы радиоволнового широкозахватного миноискателя, как уже говорилось, хорошо заметны. Принцип их действия примерно таков. Машина подъезжает к мине, и в зависимости, там, соответственно, есть исполнительный прибор, который определяет, по которому видно расстояние до мины. И, соответственно, вылазит сапер из машины, и данную мину разминирует, или уничтожает, или разминирует. Значит, этот прибор у нас определяет металлоискатель. Вот впереди у нас шемы, мы опустили, если вы увидели. Вот это металлоискатель для того, чтобы определять расстояние до объекта. Вот если там массу включить, то, соответственно, здесь лампочки загорятся, и здесь будет видно. Вот эти вот приборчики у нас показывают расстояние до металла. Они дают, собственно, они дают цифровые показатели, да? Цифровые показатели дают, да, расстояние до предмета, который мы, соответственно, или мино, или другой металлический предмет какой-то. Еще из достаточно сложного оборудования здесь можно показать радиостанцию, прибор ночного видения, прибор, обеспечивающий работу широкозахватного миноискателя, ну и эхолот, который, вообще-то, чаще всего есть на подводных лодках и кораблях, а не на сухопутных машинах. Ну и вот здесь еще, собственно, управление ручным пулеметом крупнокалиберным, но мне сил не хватает для того, чтобы его развернуть и управлять. Им нужна серьезная мужская сила. ПКТ калибра 7,62 установлен на башне. Наземные цели он достает на расстоянии до 1000 метров. Внутри отсеков управления и экипажного предусмотрены три автомата и патроны к ним, сигнальный пистолет, запас патронов к пулемету, ручные гранаты и 15 килограммов взрывчатки с детонаторами. Всего в машине семь отсеков. Корпус бронированный. Это позволяет использовать РМ вблизи переднего края или в ближнем тылу противника. ЖУК также имеет термодомовую аппаратуру для постановки маскирующего дыма. Здесь также видно прибор инженерной разведки. Он поднимается, опускается в зависимости от дальности до предмета, расстояние до которого необходимо определить. С помощью него, как я уже сказал, можно определять расстояние до предметов. Он как перископ действует? Как перископ, поднимается, опускается. ЖУКИ обычно состоят на вооружении в инженерно-саперном батальоне мотострюковой танковой дивизии. Входят в состав инженерно-разведывательного дозора. Для полноценной работы экипаж машины усиливают саперным отделением, соответствующим снаряжением разведки и разминированием. Но основные обитатели РМ – механик-водитель и оператор. Место механика инженерно-разведывательной машины, в принципе, очень похоже на место водителя обычной машины. Вот коробка передач. Пять передач и задний ход. Сцепление, педали сцепления, газа, тормоза, два рычага управления, как в самолете или в танке. Значит, и есть специальные рычаги управления лопастями для передвижения в воде. Так вот, вниз и вперед – это у нас передний ход, здесь нейтралка и задний ход. Вот это панель управления различными приборами. В частности, вот, можем прямо сейчас включить печку. И выключить ее. А в случае радиоактивного заражения машина становится герметичной, и тогда можно включить вот фильтр вентиляционное устройство. Сейчас нет угрозы радиоактивного заражения, мы его выключили благополучно. Фильтр и вентиляционная установка может действовать на местности, зараженной радиоактивными или отравляющими веществами. Уровень заражения определяется радиометром-рентгенометром и прибором химической разведки. Часть машин оборудована газосигнализатором. Освоение эта машина сложнее, конечно. Эти приборы очень сложные. Надо специально где-то проходить до подготовки, чтобы работать на данных приборах. Сложное оборудование мало кому нравится, потому отношение к жукам в армии всеобщей любовью не назовешь. Испытание он проходил в Белоруссии, в Московском и Приволжском военных округах. В 1980-м был принят на вооружение. Активно применялся в различных учениях и во время военных действий в Афганистане и Чечне. Отзывы от превосходных до весьма статистических. Использовалась она в Чечне, очень широко использовалась для разведки, потому что там, вы знаете, что там война была, как бы, можно сказать, и партизанская там, может быть, где-то. Вот поэтому она там очень широко использовалась для разведки дорог, для того, чтобы двигалась колонна. Впереди обязательно вот такая машина шла с пулеметом впереди, для того, чтобы отразить нападение вдруг, если где-то осада будет, или что-то еще. Машинный миноискатель, радиолокационный, широкозахватный, многие саперы считают механизмом капризным. Утверждает, что обнаруживает он отнюдь не все типы мин. Деревянные и пластмассовые для него проблемы. При подрыве не всегда выдерживает сварка корпуса, лопается. У экипажа при этом частой контузии. Механик может и погибнуть. Но согласитесь, даже такой неблагополучный расклад все же гораздо оптимистичнее обычного саперного правила, которое, как известно, гласит, сапер ошибается один раз. Субтитры создавал DimaTorzok